Ну, кейерверк вам, ублюдки. Всем привет, меня зовут Антон и я продолжаю проходить Grand TFT 5 от первого лица. Я думаю, мы достаточно побегали по сюжетным миссиям, потому что у меня есть ощущение, что если мы пойдем по сюжету дальше, мы уже уйдем с этой местности. Нам придется ехать в Лос-Антос и искать Майкла, я думаю, это уже близко. Поэтому давайте выполним сайт-миссию, уж после этого пойдем на сюжетную. Я думаю, будет интересная сайт-миссия. Кстати, что забавное, прошлая серия такая была очень, ну, так сказать, взороопасная, мы много чего взрывали, стреляли. Я даже не заметил, что мы подобрали этот гранатомет, он был именно на крыше, вот именно этой лаборатории Тревора, а я так и не посмотрел, что я его подобрал. Ну, хотя мы и без этого нормально так пострелялись, ну, блин, неплохой такой барабанный гранатомет. Мне это нравится. Мы еще используем его в деле. Так, по-хорошему бы, конечно. Как-то на мотоцикле мне больше хочется поехать побыстрее. Смотри, кстати, такой же мотоцикл. Я удивлюсь, если это точно такой же чувак, что и за прошлой, по-моему, серии. Мы тоже убивали ради мотоцикла там этого чела. Мотоцикл почти точно такой же, это меня радует. Он, кстати, поезд едет. Мне прямо вспомнилось именно, как я первый раз запустил GTA PS3. Там было забавно, я именно нашел свой первый поезд, ну, залез на него. И просто проехался по всей карте и наблюдал за животными, за полицейскими. Очень интересно, кстати. К сожалению, здешний поезд, в отличие от Сан-Андреаса, к примеру, нельзя. Уничтожить, взорвать и управлять им нельзя. И, к сожалению, даже его остановить никак не получится, потому что, ну, многие пытались. Ну, кстати, в одном видео я видел, что у чуваков получилось как-то. Он баганул и остановился. Ну, а так, там даже они в туннеле перекрывали весь путь, именно, ставили там танки, белазы, там много чего ставили, автобусы. И плевать, он все разносил, проезжал мимо. Ну, кстати, на нем путешествовать довольно интересно, как-то атмосферненько. Может быть, мы и животных встретим? Можно даже их поснайперить, если получится. Хотя, животных убивать мне несколько. Что, кстати, здесь мы снайперили этих байкеров. Блин, ну офигеть, Тревор, он просто три группировки сразу разозлил этих... От кого там он? Аниилов он разозлил, байкеров вот этих. И вот чуваки, которые у нас нападали на лабораторию, я, честно, не помню, кто это были. Ацтеки, по-моему, да, ацтеки. Взял и, можно сказать, за несколько дней всех на себя на траве. Так, мы, кстати, не проехали мимо? Нет, кстати, очень даже близко. Мне хотел подпрыгнуть, но что-то персонаж не подпрыгнул. Было бы забавно, если меня так сбило. В онлайне у меня такой был случай. Так, ну давайте спустимся. Ух ты, нормально мы так, кипичненько. Смотри, птица, а где? Я, кстати, не пытался здесь птиц убивать, а получится интересно? Ну-ка, ну-ка. Получилось. Извини, птичка. Это так был, эксперимент, не более. Тут койоты воют. Даже как-то жидковато. Ну хотя, мы вооружены настолько, и тем более у Тревора есть эта великолепная спецспособность. Ну вот, посмотрите, он абсолютно неубиваемый человек, вот смотрите. Как видите, даже здоровье не понизилось. Абсолютно ему наплевать на взрывы, на все. Это, конечно, такой, можно сказать, узаконенный чит, но... Блин, прикольно с нами играть. И, кстати, что интересно, спецспособность, она даже прокачивается. Чем чаще ее используешь, тем больше, как бы, больше полосками на заряд, и быстрее она восстанавливается. Да, сколько же из этой игры можно сделать, вот, с помощью модов, например. Не знаю, может получиться великолепный симулятор охоты, к примеру. Ну хотя, тут, кстати, есть такие сайд-миссии, именно охотиться. Это с тем же безумным охотником, с которым мы вот по колесам стреляли. С ним как раз связаны парточки таких миссий. Кстати, миссии довольно проработаны, там, например, к животному надо подходить, ну, именно, типа, так, чтобы ветер не дул на нас, чтобы запах, как бы, не распространял, точнее, от нас. Ну, довольно интересно это сделано. Ну, блин, это же GTA, тут все проработано, даже какой-то малейший аспект, как мы со знакомым играли в онлайн, и все, что мы не попробовали, и сразу-таки. Ну, это же GTA, блин, тут понятно, тут все можно, абсолютно все. Так, ну что? Опять ты? Блин, ты такой же мотоцикл! Чувак, ты клонируешь себя, что ли? Я не пойму. Походу, да, он клонирует себя. А мы уже три раза его... Ай, блин, ну! А, вот этого мне не хватало. Вот надо было мне его убивать. Надо было просто скинуть. Ладно, я думаю, сейчас быстренько отвяжемся. Ну, кстати, тут даже трамплинчики есть. А, нет, не трамплин, это просто дорога такая. Так, выключим эту зонную музыку. Нам она не нужна. Так, а как тут фары выключать? Я, кстати, подзабыл. А, вот мы шлем одели. Прикольно, что даже на камере есть отображение шлема. Это иногда даже мешает в какой-то мере. Ну, все-таки жизненно, ну, именно, точнее, реалистично. Шлем, он в реальной жизни тоже мешает при езде, но он защищает зато. Тут он не как бы просто декорация, что одеваешь, и он ни к чему не приведет. Кстати, давайте здесь спрячемся. Кстати, вот это... Кстати, кстати, что я так часто говорю. Кстати, вот эта местность немного напоминает именно финал этого Макс Пейна третьего. Ну, если что, тут спойлер именно. Ну, хотя в Макс Пейн третьем сюжет не особо-то такой проработанный. Просто там именно он из такого же бунгало в конце уходил. Ну, типа, в бега. Ну, не в бега, его никто не искал, по факту. Просто он уходил. Смотрите, они, походу, по карте ищут тот же... Ну, вот именно осматривают место преступления того человека, которому мы расстреляли. И идут в нашу сторону, блин. Это плохо. А можно как-нибудь от них избавиться? Они реально идут сюда. Что делать? Давай, заканчивайся. Блин, запалил, а? А, да что за такой фейл, а? Они, походу, за мной бегут. Ну-ка. Да, бегут. Сейчас стрелять начнут. Господи, отстаньте от меня, я вас умоляю. О, смотрите, фура. Даже может получиться такой неплохой симулятор для, ну, для набойщика. Ну, хотя, есть ведь довольно-то известные и популярные играют. По-моему, Евротрак симулятор, по-моему. Точно не знаю, я в него не играл. Долго мне бегать. В онлайне вообще с этим проблем нету. Стрелять началось. Там просто звонишь в НЛС-2, и можно заказать за 500 баксов. Ну, смотри, какой у тебя уровень именно преследований. А давайте на ихней машине уедем. Сейчас быстренько. А, да на их не хочу, а не на этом джипе. Что-то они какие-то медленные. Вроде бежали вместе, они так отстали. Так, за нами полицейская машина. Вот тебе, решил сократить путь, и на тебе. Ну, и хотя, нет, на поезде не сократил кость. А, блин. Забавно, что, как и в драйвере, не помню, как там... То ли четвертая часть драйвера, там, в общем, когда... Хотя, нет, и в третьей тоже такое было, что, когда сильно врезаешься... Я вот не помню, в четвертый был такой или нет, именно от сильных аварий ты, как бы, главный герой, здоровье у него понижается. Ну, понятное дело, реалистично, что не на огромной скорости вылетишь какую-нибудь там, именно, в стену или в столб или в другую машину. Понятное дело, что главный герой повредит себе, не знаю, там, ребра или что-нибудь еще, то вот это тоже проработали. Ну, что хорошо, в отличие от драйвера, тут, как бы, это не раздражает, потому что там мне в третьем особенно жутко бесило, что там, ну, вообще ни во что нельзя врезаться сразу, ну, главный герой чуть ли не подыхает. Это как-то бесило, если честно, и портило удовольствие от игры. Да, реалистично там все дела, но от этого интерес портился. А здесь они как-то сделали идеальный вариант, то, что здоровье не сказать, что много уменьшается от этих ударов, и плюс, если уж до грани дойдешь, здоровье потихоньку здесь восстанавливается, это тоже хорошо. Мне в четвертой части сильно бесило то, что там постоянно приходилось отжираться, чтобы восстанавливать здоровье, а вот в онлайне здесь, не знаю, как в одиночке, не пробовал, в онлайне можно восстанавливать здоровье, это очень круто. Ну, именно по ходу даже перестрелок, просто там, наедаться, так сказать, принимать разную еду, там, пиво, сигареты. Ну, сигаретами, кстати, нельзя восстанавливать здоровье. Так, ну, давай-ка посмотрим, что у нас такое. Если тебе нужна шлюха, то... Так, они слишком быстро сейчас сказали. Дай-ка мне голоточек, чего? Дай мне голоточек, мать твою, в горле сухо. А? Твоей матери горло сухо, когда ее... Вот ублюдки, а. Что ты там вякнул нахер? Ничего. Мне что-то там послышалось. Ох, зря, они разозлили. Слушай, старик, я ничего такого не имел в виду. Нет, ты имел в виду. Старик? Старик? Да пошел ты, старый, сраный пидор. Слышал? Вот именно. Старый. Сраный. Пидор. Вот так. За словами, если не урод. Ну че, чувак, вставай. На чем ты там остановился? Слушай, прекрати. Прости, мы не хотели. На помощь, на помощь. У него пушка. О, кстати, это бойня. Это один из самых крутых типов сайд-миссий. Он доступен только Тревору. Ну блин, он просто эпичный. В общем, мы именно... Ну, кстати, такая фичка была еще в Айс-Сити, насколько я знаю. Насколько я помню, точнее. Все, всех разнесем. Там именно были такие миссии. Тебе давали различное оружие, и тебе нужно было за определенное время убить какое-то количество людей. Вот за Тревору такой есть. Откуда у них столько набежало? Рубим всех до единого. Ну что вы можете, слабаки? Ну что вы можете? Ничего вы не можете. Дальше, по-моему, мы будем военных там расстреливать, хипстеров. Вот хипстеров, кстати, забавно. А здесь просто деревенщины какие-то. О, да и как зомби. Просто нападение зомбаков. Зомби-деревещины. Кстати, неплохой сюжет для фильма. Ну, хотя таких фильмов как раз полно. И сюжет как раз не неплохой, а очень бодальный. Ты меня исполнишь и... О, сволочи, пошли вон. Иди отсюда, блин. Ты даже умрешь от выстрела в ногу. А, мне просто... Я думал, у меня определенное количество их надо убить. А нет, у меня просто есть определенное время. Ну, убьем сколько можем. Максимально их вознесем. Ну, такой беспредел, что в ССРУ повторить они не могут. Но все-таки они поняли, что... Именно веселье в игре должно быть больше, чем всякие драмы. Ну, хотя, драматичные моменты тоже тут есть, кстати, такие. Неплохие. И драматичные игры тоже нужны. Ну, все-таки GTA, она должна быть про веселье. Ну, как я считаю. Возможно, кому-то четвертый очень понравится. Мне она в свое время тоже очень понравилась. Я, кстати, ради нее и купил PS3 в свое время. Потому что она мне как-то настолько сильно впечатлила. Все. Бегите, гад. 52 убийства. Неплохо. Еще, Тревор какую-то анимацию сделал. Но мы ее особо не увидели. Только так. Частично. Жесть. Если вы посмотрите. Так, сохраним. Хорошо, что после этого на нас полиция не лезет. Офигеть. Смотри, даже нашу машину припарковали. Нормально. Просто разнесли всегда единого. Сколько трупов. Ну, тут было бы забавно, если все 50 трупов здесь бы лежали. Ну, вот чувак решил отдохнуть. Давайте с ним поедем. Там всегда нужна хорошая компания. Поговорим задушевно. А, он устал. Ну, поспи, друг, поспи. Ты, кстати, мне мешаешь моему обзору. Ну, да ладно. Ладно, поехали на миссию Тревора. По-моему, больше никаких сайд-миссий больше нет. Немного почистим стеклышко. Опять тут чувак на мотоцикле. А, у нас, кстати, колесо пробито, судя по звуку. Ну, да. Так и есть. Тихо, тихо. Ну, реально, это такая забавная сайд-миссия. Как-то не ожидаешь такое. Ну, вроде бы, да, серьезная игра там. И на тебе. Ну, хотя, какая она серьезная. Тут даже машина перевернутая. Можно перевернуть обратно именно. Сидя в машине. Они просто забили на все эти мелочи. Ну, и плюс, что там было, кстати? Что-то на карте какая-то метка. Та же именно, вот, видите, у меня оружие. У меня 4000 патронов. Они тоже до этого забили. Что, типа, можно покупать огромное количество патронов. По-моему, до 10... Можно до 10 тысяч, насколько я знаю. Упс, кактус сбил. Да, жалко. Что не надо поставить там бегать. И, кстати, вот это очень крутая фишка, что именно можно с собой все виды оружия, так сказать. В онлайне, кстати, она немного подбешивает. Потому что там изначально, как бы, есть такой список оружия у тебя. Как бы дефолтный, который ты купил. Там, калаш, еще что-то, пистолет слабый. А вот, ну, и приходится каждый раз, когда заходишь в игру, каждый раз именно ставить свое любимое там. Мощную снайперку, автомат его любимый. Там, боевой пистолет более такой. Он с красотельным пистолет. Ну, вот такие фишки. Это немного подбешивает. И, как бы, не стоит в онлайне, наверное, покупать все оружие. А вот в одиночной игре это прикольно, что может. Комбинировать, убирать какой-то больше нравится. Мне это нравится. Нравится-нравится. Какая-то у меня демагогия пошла. Ну, я думаю, вы меня простите. Так, давайте посмотрим, что у нас за миссия сейчас начнется. А? Уэйт? Стой, ублюдок. Иди сюда. Ты ведь не даже не прячешься. Ты это? Ну что, дело сделано? Я старался, Тревор. Я старался. Подойди сюда. Ладно? Бить не буду. Я старался. Знаю, знаю. Хам. Ожидаемая реакция, если честно. И ты же сказал, что бить не будешь. Я сказал, что ты найдешь гребаного Майкла Тауни. В Лос-Антосе два Майкла Тауни. Одному 83 года, а второй в детский сад ходит. Я попросил воспитательницу позвать его к телефону, на всякий случай. И она пригрозила меня, что вызовет полицию. Я же не педофил, Тревор. Заткнись, лейте от педофилю. Понял? Так, есть там кто-нибудь еще? Я посмотрел всю телефонную книгу. И нашел какого-то Майкла Де Санто. Возраст примерно тот же. Жена, двое детей. Как зовут его жену? Аманда? Аманда? Дебил, да ты гений. Давай, иди сюда. Повторно. Никогда не скрывай от меня то, что я хочу узнать. Извини, Тревор. Рон, ублюдок мелкий. Бегом сюда. Едем в Лос-Антос. Правда? Не ты, мы с Уэйтом. А я? Ты исполнительный директор Тревор Филиппс Интерпрайз. Найди кого-нибудь, какое-нибудь дело, чтобы мы заработали деньжат. И наведи тут порядок. Едем, Уэйт. Идем. Я сядь за руль. Если мне станет скучно, может мне подрочить. Шучу. Можешь и отсосать. Ну, Тревор в своем реперторе. А мы заморожим, заедем? Ну что, едем в Лос-Антос? Скоро поедем. Сейчас нужно делать остановку. Зачем? Мороженое купим? А, походу я понял. Мы сейчас будем разбираться с байкерами. А что, тут нету места, что ли? Ты издеваешься, что ли? Уэйт. Какого хрена? Ты еще смеешь? Привекаться. А, смотри, не нравится ему. Будешь, блин, бежать прямо около меня. Ну ладно, вот вроде подходящая тачка. Давай, сваливай. Уху, нормально. Виу. Не, прикольно, что анимация именно, как они выкидывают из машины, у главных героев всех разные. Только мой кузен Флойд, он живет со своей подружкой, месечка называется Лес-Пучча. А зачем там останавливаться? Ой, семья это важно. Не так, как человек, который нанял тебя на работу, оставляет тебя. А в прошлом году кормил афетаминами. Но все равно важно. Кузена нужно проведать. Тревор, я давно его не видел. Тем более, надо к нему заглянуть. Ладно, может быть, это и здорово. О, классная погода. Она, наверное, сюжетно идет? Мать твою, Эва, этот прекрасный город нагрянула еще одна банда пропасчиков. Они хотят оплакать погибших, возможно, отомстить. Я подумал, что мы с тобой могли бы нанести их везде. Тревор, я не думаю, что нам будут рады, ведь ты же тот чувак, который, ну, стал причиной их несчастья. Не, я думаю, они обрадуются. Тревору все должны быть рады. Упс. Блин, потрясающая погода. Вот, кстати, ну, даже так, играя в онлайне и вообще, ну, просто гуляя по миру, редко такую густую грозу встретишь. А здесь она сюжетно обоснованно как-то. Так, мы обратно возвращаемся в тот самый лагерь. О, шикарно. Какой-то, не знаю, нападение громоверженства. Так, ладно, посмотрим. Сейчас, походу, подорвем их. Красиво. Так, походу, тут надо стелсить. Давайте подумаем. Может, попробуем снять их со снайперки? Интересно, если мы подойдем прямо близко, например, с ножичкой. Давайте попытаемся. Надеюсь, меня не запалят. Ну, просто ради интереса можно попробовать. Если запали, то, как вы видели, тут отличная именно система автосейва. Проблем с этим не возникнет. Пац! О, шо. Кстати, анимация похожа, как в Сан Андреасе. Так, давайте-ка избавимся от света. Минус света. Блин, классно. Даже лампу можно разбивать. Вот, во многих шутерах нельзя лампу разбивать, а тут можно. Так. Вот так уже лучше. Блин, дождь, игра просто, ну, не знаю, раскрывается. Такая графика потрясающая. Очень красиво, конечно. Так, идем. Так, а где их размещать надо будет? Так, вижу еще двоих. Или там один? Двое. По-хорошему можно как-нибудь так прицелиться хорошенько, чтобы их разом расстрелять. А нет, один уходит, смотри. Ну, давай-ка, раз. Тишина. Вроде бы тихо. Ух ты. Я вообще ее, как бы, в реальной жизни очень люблю грозу. Такой любитель дождя, грозы. Всегда мне это очень нравится. Вот в игре, ух ты, посмотрите. Шикарно. Я помню, когда именно в онлайне на самолете летел, и в море еще далеко плавал, была такая гигантская гроза. Можно просто в этой миссии остановиться и просто наблюдать за небом. В какой игре еще так можно? Очень красиво, конечно. Так, давайте. Липучки. А, вот это, кстати, мое любимое, наверное, оружие в онлайне. Обожаю эти штучки. Так, одна есть. Есть еще кто? Вроде пока тихо. Кстати, вот эта дождливая погода у меня почему-то спала. Ассоциации есть МГС. Ну, вот новый Metal Gear Solid, Ground Zero. Вот этот, типа, приквел, так сказать, к основной части, к Phantom Pain. Там миссия как раз была такая тоже дождливая. Очень прикольно. Мне очень в свое время понравилось. Хоть игра, конечно, была... Ну, как-то это даже не игра была, это, можно сказать, демо-версия по цене полноценной игры. Мне это как-то не особо понравилось, если честно. Ну, что поделать. Фанаты, как говорится, окупили. Но они специально так сделали, чтобы посмотреть, как, типа, фанаты отреагируют. Ну, будут ли они покупать. Стоит ли вообще выпускать полноценную версию. Ну, хотя я чувствую, что это все по лобольску. Они просто хотели нажиться немножко. Мы здесь, чтобы обеспечить его. Открывайся, быстро! Он не пускает его. Пускай она подумает, что он ушел. Я просто подумал, он должен что-то, каким диалоги сказать, а то запалят, если я его убью. Жесть, а Треверу вообще плевать. Походу, как бы, не только эти пайкеры, а их еще семьи, может быть, там, жена, может быть, даже дети. А ему вообще плевать на все. Он все на всех разы. Заминированный на трейлер женщины. Ну, это же Тревор. Ну, плевать. Давайте не будем заморачиваться на этот ход. Все-таки игра есть игра. Не стоит именно серьезно ее воспринимать. И тем более GTA это не тот тип игр, который стоит серьезно воспринимать. Да, да. Все, успокоились. Да, да. Да. Так, тихо. Там кто-то... Нас не заметили? Я думаю, докинем. Нормально. Тихо, тут кто-то прям близко. Так, походу, он не обсуждает именно наше нападение. Ну да, как-то один именно дилер смог такое сделать. Так, ладно, пускай они разберутся. Если бы он встал, я бы смог два их прострелить и вот этого добить. Ну-ка, ты сможешь встать? Встань как-нибудь по удаче. Ладно, они решили на море посмотреть. Нет, один уходит, смотри. Двое уходит. Давайте подождем немного. Не хочу полиции, если честно. А, они его вообще оглушили. Ну давай. А, нет, они его убили, смотри. Мне потому, что не показалось, что я в живого человека стрелял. Стрелял как будто в труп. Да, они его до смерти забили. Какой-то он слабенький оказался. Попинали его немного, он сразу умер. У, блин. На карте он не отображался. Я его... Не ожидал. А, это тот самый чувак, который причитал. Интересно, тут этот Джонни К. До сих пор здесь? А, смотри, мы можем покатать. Давайте-ка его похороним достойно. В море. Представим, что это он. Возможно, это он не он. Просто мы тут столько народа убили. Ну, несколько десятков точно. Интересно, он будет плавать. Смотри, наверное, катается. Забавно. Так, какой же я, все-таки, ублюдок. Так, издеваюсь. Ну, это же, блин. Я Тревор, я отыгрываю роль. Мне можно. Забавно. А если он будет плавать, может быть, на него можно будет забраться? Ну. Не, он не плавает. Тяжелый, а жаркий. Ладно, представим, что мы тебя похоронили. Плыви, мой друг. Я тебя прощаю. Все твои грехи. Это было довольно странно. Так, последний. Давайте последний заминируем. Ух ты, смотрите, когда замедляю время, именно капли так медленно летят. Красиво. Классный мотоцикл, кстати. Его и возьмем. А, стоп, не тут. Следующее. Ну, нам не жалко. Вот так. Прежде чем уехать. А, ну давайте. Так, надо фары вырубить. И будем палиться. Да, и что круто, бомбли и пучки, они можно взрывать прямо не только из мотоцикла, а еще даже из машины. Ну, я верю, это ультимативное оружие в онлайне. Его чаще всего юзают. Ну, еще снайперские винтовки, автоматы. Понятно. Ну, давай. Так, ну там и заминировали. Вроде бы все. Ну. Кейерверк вам, ублюдки. Теперь у них точно будет траур. Жизнь, давайте посмотрим, что. Э, какого? Ты посмотри. Хулик. А, мы можем трубовик юзать. А, женщины. Ну, давайте не будем убивать. Значит, они выжились. Тревор не настолько отбитый, чтобы убивать именно июльных женщин. Гуляйте, гуляйте. Гуляйте, гуляйте. Мотоцикли поедем. Нам придется, если больше не думать о пропасчиках. Давай найдем моего старого приятеля. А, мы все-таки не за франклина играем. Не можем задать время. Вот реально, игра так стала отличаться. Ну ладно, давайте переведем. Но все-таки не умир. Тогда кто это? Вот ты и начинаешь вникать в суть. Кто тут парень, сыпающий цитатами из фильма, как мой погибший друг? Вместе с своего погибшего друга. В доме, который наверняка был куплен с пневмиллионой из-за начек моего погибшего друга. Твою мать, мозги в трубочку сворачиваются. Я покажу тебе мозги, мать, их в трубочку. Засунь моего малыша себе в глаз, и он выйдет из уха. Я ничего не хотел сказать, Тревор. Смажь глазниц его зеленого, сука. Сейчас я трахну твой крошен мозг. Вылезай нахер и копай себе могилу. Тревор, не надо. Я же хотел познакомиться... Познакомить тебя с моим пузненом Флойдом. Да, зря я. Мы скоро приедем? Нет, Уэйд. А мы уже скоро приедем? Если ты будешь спрашивать, мы вообще никуда не приедем. Расскажи что-нибудь. Нет, Уэйд. Тогда давай поиграем. Знаешь игру? Животное, растение, камень. Чур я первый. Я загадал слово нанотехнология. Чё? Упс, твою мать, я оговорился. Нельзя говорить загаданное слово. Начну снова. Животное, растение, камень. Эй, давай я расскажу тебе историю, если пообещаешь, что больше не раскроешь рта. Я люблю историю. Ну, разумеется, это история о мальчике по имени Триша. Разве Триша не мужское имя? Да какая разница? Звучит странно. Он был странный. Самый умный, сильный и самый странный мальчик в Канаде. То есть, в Америке, на границе с Канадой ясно. У этого мальчика было всё. Талант, обаяние, смекалка. Однако он не знал, что с этим делать. Им нужно было стать бейсболистом. Нихера, он ведь не собирался продавать свой талант. Или хоккеистом. Он немного играл в хоккей. Но по тренеру... Но потом тренер, кто-то, получается, засунул плюшку в задницу. А что он умел? Подожди секунду. Ладно, мне нужно смотреть на дорогу. О, смотри. Тревор! Тревор! Как я и говорил, я зря всё-таки взял мотоцикл, потому что одновременно озвучивать и... Ну, пытаться озвучивать. Я так говорю, что у меня получается кривовато. И ехать на мотоцикле. На машине-то пофигу. Можно вырезаться во что угодно и без проблем. На мотоцикле ещё надо вилять нормально. Лос-Сантос. Край-то долбанной земли. О, здесь! Это здесь! Значит, это Лос-Сантос? Похоже на то. Всегда хотел сюда приехать. Но застрял в пустыне? Всё равно, что Сан-Андреас. Лучшая часть штата. Так, я, походу, немного потерял смысл. Ну, ладно, что вы прочитаете субтитрыми. Ммм, что-то... Ну, ладно. Приедем, как байкеры крутые. Мы же всё-таки убили целую банду. Можно им доценить приехать. Так, давайте посмотрим. Как говорится, большой город ждёт нас. Так, уберём-ка вот это. Вообще уберём. Ух ты, посмотрите. Как выглядит город. Да, пейзажи здесь, конечно, очень красивые. И всё, это же не просто какой-то фон. Господи, уэйд, ну что ты... Ты ещё погибли. Ещё ехать нам по-новой. Это ведь именно не фон, а реально можно туда приехать, посмотреться. Да, потрясающая игра. Что ж, Майкл. Вот куда люди возвращаются с того света. Почти 10 лет прошло. Но ты всё денёк-другой ты протянешь, да, старина? Обманщик хренов. Я бы тебе скор... Ты даже не умер, сука. Ты был моим лучшим другом. Ну ничего, я скоро приеду и махну тебя мордой в унитаз, говнюк. Ну да, Тревор, он... Как бы... Его немного даже жалко. Он реально считает Майкла именно своим другом. С лучшим другом. Но тоже подумать, дружить с таким человеком, как Тревор, это... Это очень тяжело, скажу я вам. Ну, я откуда знаю, я с такими людьми не дружу. Я никогда не дружил, но... Только представьте именно. Майкл, чтобы перестать, как бы, завершить их дружбу, эксценировал собственную смерть. Пожертвовал там, не знаю, всей своей жизнью. Изменил её полностью. Чтоб больше его не видеть. Но я не думаю, что это была единственная причина. Я думаю, были ещё причины, но... Всё-таки. Ну, Тревор прикольно, что он не какой-то просто психопат, бесчувственный. А вот у него есть эмоции. Он интересный персонаж. Реально, он, по мне, самый лучший персонаж. Именно из-за этой троицы. Да вообще во всей игре. Самый крутой. И что-то самое забавное в реальной жизни. Актёр, который его озвучивает, выглядит почти точно так же. Но я не знаю насчёт того, ведёт ли он себя точно так же. Вот это было бы забавно, если бы такой же был социопат, психопат. Там кучу людей расстреливал и продавал наркотики. Ну, я так не думаю, но он очень похож. Как я и говорил ещё в первой серии. Есть сериал, он называется... Лучше позвоните соло. Это, короче, ответвление сериала Breaking Bad. Во все тяжкие. И там есть персонаж, которого он играет. И, кстати, это... У него довольно забавная там роль. Такая в духе Тревора. Ну, скорее не в духе Тревора, но такая. Она просто смешная. Можно там увидеть его... Такой же, его актёрскую игру. Но, по-моему, есть ещё несколько фильмов, в котором он снимался. Ну, кстати, в том же сериале можно увидеть актёра, который играл Васса из третьей Far Cry. Тоже очень интересно. Там у него роль более такая расширенная, в отличие от Тревора. Он как бы полноценный персонаж, но не так как бы много у него там экранного времени. По-моему, всего на пару серий. Ну, тоже очень прикольно. Такая... Прикольно, что именно даже в сериалах это замечает таких крутых актёров. Я вот не знаю, Трой Бейкер, который чувак озвучивал... Это меня сбило, чувак. Который озвучил главный герой Last of Us, именно Джоэла, и ещё это... Букера... Пиашок Гинфинин. Он тоже, кстати... Я вот смотрел именно, как они озвучивали Last of Us. Именно они же озвучивали, как там прямо происходила такая, можно сказать, постановка такая небольшая. Ну, там они с этими специальными... В костюмах специальных были, Motion Capture. Ну, чтобы они считывали движение, и чтобы озвучка более такая реалистичная шла. И там, кстати, он отлично играл. Ну, он вообще классный чувак, наверное, шикарные у него роли, вот эти голоса. Что Букер, что Джоэл, и ещё где он там. Он Джокера играл ещё в Batman Arkham Origin, по-моему. Да, там он Джокера играл. И ещё он в этом играл. Сейчас вспомню. Call of Duty Advanced Warfighter, по-моему. Да, он там играл главного героя. Там он реально играл главного героя, потому что там даже именно в роликах его внешность была. Довольно классный чувак, надеюсь. И, кстати, в новом Uncharted он тоже будет. Он будет играть, типа, брата главного героя. Это будет очень интересно. К сожалению, у меня PS4 нету, и я не смогу это увидеть. Ну, кто знает. Может, когда-нибудь и смогу. Ну, ладно, я чё-то заговорился. Давайте уж при... Закончим эту миссию. Кузен Флойд! Смотри, он даже в шлеме бежит. Поднимайся, Тревор! Забавно, машину, походу. Я думал, что такое, упал, что ли? А нет. Да, шлем, конечно, не сам подходящий для Тревора. Какой-то детский на вид. Не пойму, это гора мусора или машина? Ну, этого мы никогда не узнаем. Если только не провалимся сквозь текстуру. И то маловероятно. Флойд, это я, Уэйд. Я, Уэйд, твой кузен. Кто? Твой кузен! Чёрт! Он тебе приехал в гости, мудак! А ты поднимайся с пола и пойди налей мне выпить. А этот... Ты кто? Уэйд, я слышал, ты там... Где-то там дуешь лёд. Нет, не где-то, я... А здесь. Он будет дуть именно здесь. Неси зажигалку. Здесь нельзя курить? Вот, Кась. Это до моей подружки. Она бизнес-конференция. Вам нельзя здесь курить. Оставаться здесь тоже нельзя. Как дела, кузен? Столько лет прошло. Я тебя не видел с тех пор, как ты застукал в постели Сэшли. Вам обоим лучше уйти. Моя девушка убедная, если узнает, что здесь были гости. А она любит тебя? И ты должна любить твою семью? Принесёшь меня выпить или нет? Я по-хорошему попросил. Ладно, ладно. Но у меня нет выпивки. И так, иди в магазин и купи чего-нибудь. И ты иди с ним. Так, ладно. Чёрт. А чё, неплохое домишко. Я думаю... Блин, забавно. Просто пришли к кузену. Он даже Тревор-то и особо-то и не знает. Представляете, вы такие сидите, к вам заваливается, к вам... Какой-нибудь дальний родственник. И с каким-то абсолютно отмороженным чуваком. И так и говорит, что он будет здесь жить. Иди за выпивкой. Ну, блин. Это довольно жуткая ситуация, скажу я вам. Зря он вообще дверь открыл. Ну, хотя он даже не открывал. Тревор просто взял и выломал её. А, наконец-то мы можем выбирать именно. Ну, хотя... Не наконец-то. Мне, честно, так увлекло за Тревора играть, что... Как-то даже... Ну, особого желания нету. Переключаться между ними. Поэтому, я думаю, в следующую серию мы тоже поиграем за Тревора. Ну, посмотрим. Ну, не знаю. Мне прям показалась очень такая интересная сегодня серия. Насыщенная именно всеми действиями. Не только там был экшен, перестрелки, а ещё стелс был. Много именно разговоров, сюжетных таких... Ну, именно моментов. Ну, и я как бы много чего именно высказался немножко. Ну, надеюсь, вам понравилось. Мне очень понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь, если вам понравилось. Что-то я... Как я и говорю, часто говорю, понравилось. И увидимся в следующих сериях. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!